Здравствуйте, уважаемые зрители канала Политсигнал, слушатели, а также просто случайно сюда заглянувшие. Надеюсь, вы посмотрели несколько роликов про взаимоотношения Михаила Хачатуряна со своими дочками. Если нет, то при желании можете их здесь найти по ссылкам, в конце ролика или в подсказках. Если смотрели, то надеюсь, что вам они не понравились. Действительно, какому нормальному человеку понравится отец, который жестоко обращается со своими детьми? Мне лично нет, не нравятся такие отцы, не нравятся такие мужчины. Все эти крики, ругань, маты, побои в отношении беззащитных маленьких детей. Это просто противно, это просто не по-мужски. Кошмарно ужасно. Но сегодня разговор не об этом. Давайте поговорим о том, кто покровительствовал Михаилу Хачатуряну, кто смотрел сквозь пальцы на все эти и другие деяния Михаила, и как он потом отмаливал эти грехи за содеянные неправомерные поступки, и с кем он еще дружил или стремился достичь дружбы любой ценой. Итак, приступаем к публикации из газеты «Комсомольская правда», появившейся в конце прошлого года. Газета «Комсомольская правда» внимательно рассмотрела снимки, которые Михаил Хачатурян выкладывал у себя на страничке в соцсетях. Что на этих снимках? Дружба с высокопоставленными полицейскими и пьянство со «святыми» отцами. Это было в фотоальбоме убитого Михаила Хачатуряна. Текст Василиса Николаева. Итак, читаем дальше. Фото. Один из любимых сюжетов «Хачатурян и святые места». Очень в красивой рясе. В прошлом году по осени дело было передано на ознакомление сторонам процесса. Последнее слово остается за прокуратурой. Есть три варианта развития событий. Дело направят в суд, переквалифицируют со статьи «Убийство» на более мягкую, например, «Превышение самообороны» или вовсе закроют. Фото Михаила Хачатурян с патриархом Армянской Православной Церкви. Таких фото больше по количеству, чем с собственными детьми. Читаем дальше. Михаил Иерусалимский. Так называл себя в соцсетях «убитый». Его страничка в «Одноклассниках» все еще жива. Странно, что родня не ликвидировала ее, ведь там столько интересного. Похвалиться своей жизнью и делами Хачатурян очень любил. За несколько лет выложил в сеть около 500 снимков. Вот Михаил во всей красе. Так, читаем, где это он. Михаил Иерусалимский. Так называл себя в соцсетях «убитый». Один из любимых сюжетов «Хачатурян и святые места». Тут целый отдельный альбом можно создавать. Многие из этих картинок и видео растиражированы роднюю Хачатуряна как доказательство его допропорядочности. Вот он окунается в реку Иордан в день великого крещения. Зажигает свечи в храме гроба Господня. Вывозит детей на святую землю. Вот он моет тряпочкой пещеру, в которой родился Иисус. Подпись «Убираться в храме – это великая благодать». Вот меняет масло в церковных лампадках. С патриархом Армянской Православной Церкви фото больше, чем с собственными детьми. И за столом подпись «Днюха Патриарха». Как это мило. И в его резиденции в Иерусалиме, и у машины, и в церквях. Фото. Вот Михаил Хачатурян окунается в реку Иордан в день великого крещения. Но есть и другие отцы. Тигран, Ваак, Вазген. На многих фото подписано. Терь. Что в переводе с армянского «отец». Но они все вместе в рясах. То на пляжах, с пивом и с сигаретами. Возможно, что с этого же шезлонга Хачатурян по телефону терроризировал своих дочерей. Кроя матом в голосовых сообщениях. Ангелина. Сосать будешь беспрерывно. Интересно, слышали ли эти разговоры батюшки, с которыми был Михаил Хачатурян. Вот эти фото. Подпись к фото. Вместе с в рясах. Или на пляжах. Но бог с ними, с церковниками. Как говорится, не суди и не судим будешь. Никому ничто человеческое не чуждо. Смотрим дальше. А дальше читаем заголовок. С пистолетом и дробовиком. Присмотритесь к этому снимку. Справа на фото у Хачатуряна Кобура с пистолетом. Судя по обстановке, это массовое гуляние по случаю 9 мая. При этом, законом запрещено находиться в местах массового скопления людей с оружием. Фото, но это не то фото. Фото с пистолетом будет ниже. Хотя здесь Михаил Хачатурян виден, что и пистолет есть, и дробовик. Подпись фото. В электронном альбоме ни один и ни два снимка Михаила с пистолетом или даже дробовиком. Вот это фото. Празднование 9 мая похоже. И Михаил как правоверный христианин с пистолетом на этом празднике. Это попадает как минимум под две статьи. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия. 222 статья УК РФ. И хулиганство. 213 статья УК РФ. Кстати, следующая фотография на этом же месте, но уже с женой и детьми. В электронном альбоме ни один и ни два снимка Михаила с пистолетом или даже дробовиком. Вот Михаил. Что-то у него на поясе. Кобура с пистолетом. Неужели игрушечный пистолет? Я думаю, не игрушечный. Самый настоящий. Он же джигит. Какой же джигит без пистолета? Судя по обстановке, это массовое гуляние по случаю 9 мая. Такая подпись. К снимку. Дальше читаем. Друзья в погонах. Тут даже слова не нужны. Просто процитируем подписи. Орфография и пунктуация частично сохранены. Мирзоянц Нерсес Эдуардович. Первый заместитель руководителя следственного департамента ФСКН России. Начальник зонально-следственного управления генерал-лейтенант полиции. С явным восхищением сообщает Хачатурян своим подписчикам. Слева генерал Генлет Мирзоянц НЭ. Справа директор ФСНК генерал-полковник Иванов ВП. С вручением ордера Мирзоянцу НЭ за заслуги Отечества. Многие скажут. Ну мало ли с кем он еще фотографировался. Тем более, что в альбоме у него есть фото и с Авраамом Руссо, и с Анастасией Заворотнюк, и с Басковым, и с Малаховым. Но генерал-лейтенант Мирзоянц явно его близкий друг. Иначе как объяснить, что они вместе катались по святым местам. Сидели за одним столом на дне рождения племянника Мирзоянца. Вот самое эпическое фото и подпись. Нерсик. Господь свел нас. Многоточие. Это истина. Многоточие. И вот это фото. Михаил с Мирзоянцем. Который явно его близкий друг. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков ФСКН России упразднена в 2016 году. Ее функции переданы МВД РФ. В настоящее время какие-либо упоминания генераля Мирзоянцы на официальном сайте МВД отсутствуют. Фото. Кто-то с кем-то обнимается. Вот и подпись к фото. Вот самое эпическое фото и подпись. Нерсик. Господь свел нас. Многоточие. Это истина. Читаем дальше. Напомним, что после смерти в машине у Хачатуряна были найдены пакетики с белым порошком. Много пакетиков. И что это за вещество? Непонятно. Племянник убитого заявлял. Это Ладан. Еще фото. Кто же на этом фото? Михаил Хачатурян. Вместе с Мирзоянцем. И еще с каким-то человеком в черной одежде. Читаем дальше. Кореш из Бутырки. А вот еще один высокопоставленный полицейский чин. Смотрим на фото. Читаем подпись. Иерусалимский получил грамоту на день рождения. Многоточие. От начальника второго изолятора. Многоточие. Бутырки. Города Москвы. За благотворительность, помощь и поддержку Гуина. Этот друг Хачатуряна, Петросян, занимал должность заместителя начальника по оперативной части СИЗО номер 2 Бутырка. Вот он с ними же в Иерусалиме замаливает грехи. Они явно очень дружили. Фотографий очень много. Кстати, этот Петросян из Бутырки в итоге был уволен. Неизвестно за что. Но, как говорят близкие к системе ФСИН люди, основания были. И очень веские. А Хачатурян, как рассказали, в его окружении грел зоны. Развозил по тюрьмам еду, одежду, сигареты. Не для всех, конечно, а только для своих. Вот это фото. Михаил Иерусалимский, то есть Хачатурян, получил грамоту от заместителя начальника Бутырки. Все довольны. И это далеко не все высокопоставленные полицейские чины, которые дружили с Хачатуряном. Изъятый следственными органами телефон убитого тщательно изучен. В нем переписка со многими людьми в погонах. От источников, близких к следствию, комсомольской правде стало известно, что среди них были даже сотрудники окружной и генеральной прокуратуры. Фото. Интересное фото. Этот друг Хачатуряна, Петросян, занимал должность заместителя начальника по оперативной части СИЗО номер 2 Бутырка. Хорошо иметь таких начальников? Для Хачатуряна явно хорошо. Он этому был очень рад. Дальше читаем. Воры в законе. Нечужда Михаила Хачатуряна, любителю церкви, полицейских и детей, была и дружба с представителями других сообществ. На одной из последних фотографий он стоит у стены плача с небезызвестным Рубеном Татуляном, сочинским бизнесменом, президентом Федерации спортивной борьбы города Сочи. В июле 2019 года Минфин США внес этого человека в новый санкционный список. Причем санкции введены в рамках борьбы против организации воры в законе. Где тут Михаил Хачатурян, а где тут Татулян, вы явно можете сами определить. Читаем дальше. Что дальше? История девочек Хачатурян не просто так уже год не сходит с первых полос газет. Так или иначе, она касается каждого. Она про равнодушие многих официальных структур. В школе, например, не придали никакого значения, что ученицы ходят с синяками, месяцами не появляются в классе. И про домашнее насилие, когда некуда бежать и некому жаловаться на тирана, отца, мужа, сожителя. Мама девочек Аурелия Дундук не раз вся избитая попадала в больницу, а после наблюдала, как ее заявление в полицию о побоях швыряет в мусорную корзину. На допросах сами сестры рассказали, что не ходили в полицию, так как у отца там крутые связи, и обо всех заявлениях ему тут же сообщали. И во многом это история о безнаказанности. Михаил делал буквально все, что хотел. И держал в страхе не только всю свою семью, но даже и весь двор и подъезд. Он прострелил соседке ногу, не поделив парковочное место во дворе. Он с пистолетом пришел поговорить с учительницей в школе. Оружием угрожал парикмахеру, отказавшемуся принимать его без очереди. При этом часто появлялся на улице в рясе и с огромными золотыми крестами. И всем хвалился не только своей набожностью, но и крутыми связями. Впереди судебный процесс, и мы еще узнаем много чего интересного. Комсомольская правда продолжает следить за этой запутанной, странной, страшной историей.